привет принесли мне двигатель от спарты 25 человек меня говорит искры не было модуль проверял она есть дело не в этом она не заводится пытается не заводится можно сколько угодно так дергать что я делать не буду в общем то я уже померил компрессию здесь мне она не понравилась говорит то работала то она всего три сезона ну как можете видеть она в общем то выглядит как новенькая такие предположения куда пропала компрессии возможно кольцо залегло сейчас мы померяем там вам видно хоть что нибудь сейчас все по нулям надергаем тут ну вот смотрите приближается к 6 5 с половиной даже чуть меньше все это не нормальная компрессия для этих моторов вообще так что когда мне принес принес человек он говорит что-то пытается завести но не заводится как предположил возможно что-то с топливной системой не так как обычно бывает если искра есть и пытается завестись не заводится значит топливо не поступает здесь и не разбирали нифига не буду я при вас это все разбирать сейчас все поскидываю потом мы уже заглянем двигатель через глушитель через окно карбюратора и посмотрим немножко хочу отступить сделал я пинку остался найти кожух и в общем то нету барабан сейчас я заведу просто продемонстрирую как она будет сильно газовать не буду потому что кому-то расходятся и упираются в ленту заведу на полу помогать она отлетается очень хорошо но надо барабан так ладно это я уберу в сторону человек по этой пиле писал что я же здесь поршень полирнул там все такое вот ты ее в лес сначала отнеси пускай она там попилит будет говорить о качестве вот этого восстановления я вам хочу сказать что это бытовая пила в лес и утащить смысла нету и восстановленных вот таким способом штилей штуки 3-4 до сих пор уже вот по два работает дома дрова пилят и все нормально так что не надо ничего в лес тащить и довольно таки это ремонт нормальный цилиндр в идеале porsche немножко конечно с коцками новое кольцо и все в порядке ладно отступила я тема буду сейчас разбирать я эту алюмак спарту будем смотреть что там чем причина что нам не дает ее не люблю их разбирать но придется сейчас покажу постараюсь знаю будьте что видеть нет с правой стороны и с левой стороны там задиры в общем-то видно что серый цвет присутствует в общем-то сверху видно тоже царапки небольшие конечно на кольцо лежит они подвижны за этого в общем-то компрессии нет я думаю может быть каким нагаром она залипла я не сторонник этого способа нагрева чтобы она сама вышла типа я сторонник другого метода я замачиваю поршень с кольцом в этом буквально в таком стаканчике наливаю туда очиститель карбюратора в общем-то на несколько часов все отходит кольцо освобождается но в этом случае здесь кольцо держится за счет того что алюминий на него на волокло придется разбирать что делать у меня по моему даже где то есть поршень такой новый да по моему есть болин вот во всем хорошие да ну вот если выбирать между вот этой или какой-нибудь кускварный 125 128 я бы взял кусквар ну по крайней мере из-за того что хоть эти подолгу тоже служит хотя бы из-за того что кусквар ну проще разобрать здесь сейчас коленвал выпрессовывать потому что он сидит с одной стороны двух подшипник а потом это запрессуй назад все короче когда-то они профукали что-то перегрели или маслица хреновенькая или вообще без маслица или что угодно может быть что тут гадать так что ладно сейчас я все разберу уже посмотрим что конкретно внутри там диагностика это сам визуальный осмотр это самое в общем-то важное в ремонте если человек разбирается в том что он делал он сразу увидит в чем причина поломки в общем не надо на карта гадать как уставить еще вот здесь это геморройная я давно работал сцепление еще новенькое чистенькое все съем сцепление здесь такая планка алюминиевая ты надо накручивать на коленвал а потом еще блин что-то короче я не помню что-то мне тут не нравится в этой системе ну да ладно сейчас разберу все момент до модуль оригинальные я ставим в общем-то китайские все работает человек этот вот стоит что-то он сказал тысяч пять-шесть что ли отдал дело не в этом это не первый случай когда мне встречаются вот эти олеомаки которых сгорают модуль зажигание на штилях вот честно признаюсь ни одна пила мне еще не встречалась который был был модуль сгоревший вам может быть попадалось а мне честно нет в общем неудобство урок потому что сша у нас будет зацепление заходить потом вставляю шнурок потом отвожу вал до того момента пока поршень не упрется в шнурок и начинаю откручивать таким ключом причем надо не забывать что здесь резьба левая вот это вызывает неудобство если бы конечно не было стартера здесь было бы все это гораздо проще но так как ты начинаешь крутить и у тебя счетом собачки упираются в этот храповик получается фигня отведите нет свободного вращения короче вот так ну разобрал я двигатель это хорошо вот на или в маке еще можно его разобрать так как шатун снимаешь поворачиваешь с поленвала заводишь вот сюда вот нишу в эту продувочную и в общем то выпрессовываешь сюда модель такая как home light есть так там сделано так что шатун ты не снимешь коленвал там единственное что как мне кажется можно сделать там надо сам вал выпрессовывать блина с этого противовеса потому что там не круглое отверстие сделано спазом такое ощущение что вот именно сам вал надо выпрессовывать потом блин слезает и вместе потом с этим с поршнем в общем ладно вот такая грязище со следами алюминия что-то видно что он толком ты не работал но смотрите здесь вот еще так здесь так вообще борозды смотрите какие хорошенько него прожарили и чудесным образом у меня оказался корж в общем то я когда-то покупал но беда пришла откуда не ждали нет кольца я его куда-то уже запихнул вот такие дела отсюда и кольцо но вряд ли вытащу да но он драненькая надо кольцом покупал думал сейчас все и соберу в общем-то цилиндр здесь целый царапин вообще нет и рисок ничего здесь немножко есть но это я сейчас исправлю так что он жить-то будет жаль что кольца нет как дивный фонарик были на столе не люблю когда бардак ничего найти потом не можешь куда фонарь делал телом посвятить показать видите фонаря нашел ну что он здесь на выпуске видно немного алюминия есть сейчас уберу ну и вот нет было такого что человек сказал там до погоняли на чистом бензине там или еще чуть перегринку вот она не работает вот так часто приносит на ремонт какой-то мелкой например неполадки а выходит что тут надо все разбирать и это мелкая неполадка на самом деле крупная неполадка видео даже не знаю как закончить сейчас все буду отмывать поменяю поршень а кольцо буду заказывать отдельно куда кольцо мог деть по моему что-то я был делал какую-то косу и туда я кольцо и запихнул кстати вот который уже подшатанный двигатель вот такой да там уже все болтается уже много поработал его легче разбирать у него выпрессовывается легче здесь же вал довольно туго вышел я прессом выдавил его и некоторые еще моменты другие которые затрудняет в общем-то разборку ну да ладно что остается делать как я не люблю капиталить такие вещи сколько не приносили мне вот этих спорт 25 получалось всегда их капиталить ну а что делать работа у нас такая ладно все мы сегодня все всем пока увидимся